Ну, у школьников началась самая ответственная пора. Сегодня во всей стране стартует единый государственный экзамен. На одном из пунктов проведения ЕГЭ работает наш корреспондент Яна Пелеховская. Яна, здравствуй. Какой предмет сдают школьники и как проходит экзамен? Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся на 422-м пункте проведения экзамена. И сегодня здесь сдают географию. К выполнению работ школьники приступили в 10 утра. На все у них 3 часа, но уже сейчас есть те, кто закончил. Таких, правда, немного. Но вообще все проходит более чем спокойно, в штатном режиме. Работают камеры видеонаблюдения, все по правилам. И вот до начала экзамена нам удалось пообщаться с руководителем пункта проведения Еленой Азовой. И вот что она нам рассказала об особенностях ЕГЭ этого года. Исключены все тестовые задания во всех без исключения предметов. То есть вот эта веселая тема ЕГЭ-угадайки, она закрыта. Если видеонаблюдение как форма защиты интересов детей в аудиториях у нас уже третий год, то в этом году добавилось печатание контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирование. Ну а мне остается добавить, что география все-таки не самый популярный предмет по выбору. В этом году ее сдают порядка 300 школьников. Сегодня же пишут и информатику. Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать 9 тысяч выпускников. И уже в среду их ждет самое, пожалуй, крупное первое испытание. Это обязательный экзамен. Будут сдавать математику базового уровня. Коллеги. Ну что ж, спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Яна Пелеховская. Сегодня по всей стране стартует единый государственный экзамен.